Правила игры меняются, лишь что последует за вчерашним решением КАЭС. Накануне судей приостановили действия поправок в Кодекс о выборах, согласно которым представители партии, признанных неконституционными, не могли баллотироваться какое-то время. Как отметили в КАЭС, решение принято на основе очередного поступившего сюда запроса. Заседание по его рассмотрению назначено на следующую неделю, однако, как предполагают эксперты, все может затянуться, а значит и представители запрещенной партии ШОР выдвинут свои кандидатуры для участия в выборах. После вчерашнего решения Конституционного суда власти больше не могут выполнять пункт 2 статьи 16 Кодекса о выборах, за который проголосовало в июле парламентское большинство. Он предусматривает, что лица, которые на день вынесения решения Конституционного суда о признании политической партии неконституционной, являлись членами исполнительного органа данной партии, а также лица, занимавшие выборные должности от неконституционной партии, не имеют права баллотироваться на выборные должности сроком на 5 лет. После вчерашнего решения сегодня рано утром представители ШОР отправились в окружные избирательные комиссии, дабы иметь возможность подать документы до начала предвыборной гонки. К примеру, Марина Таубер съездила в Бельце за подписными листами. Александр Тенаси, бывший председатель Конституционного суда, утверждает, что КС может вынести решение после выборов, поскольку судьи могут высказаться и через два месяца, даже если заседание по рассмотрению повторного запроса и назначено на ближайший вторник. Согласно Кодексу Конституционной юрисдикции, в распоряжении Конституционного суда есть два месяца, чтобы инициировать процедуры и изучить материалы. Беря во внимание, что заявление было подано несколько дней назад, КС вынесет решение через два месяца, то есть после выборов. Совершенно очевидно, что это решение не повлияет на дальнейший ход событий. Другими словами, не исключено, что лица, которых поддерживает Илон Шор, смогут зарегистрироваться в качестве независимых кандидатов в предвыборной гонке. По словам Тенаси, Молдова не выполнила обязательства, когда взяла на себя обязательство при получении статуса страны-кандидата в Евросоюз проконсультироваться с Венецианской комиссией относительно изменений в Кодексе о выборах. Замечаем, что эта поправка была проведена быстро и с явной приверженностью текущей избирательной кампании. С Венецианской комиссией консультации не проводились. Решение о неконституционности партии Шор максимально четкое. Конституционный суд точно установил пределы применения этого решения, установил круг лиц. Что происходит с депутатами, что происходит с мандатами, которые признаны действительными? По сути, КС ответил на все вопросы, и абсолютно ни одно положение или утверждение в тексте решения конституционного суда не может быть истолковано расширительно так, чтобы ввести новые ограничения, о которых конституционный суд не говорил. По мнению доктора конституционного права Александра Арсения, проблема в том, что процедура ликвидации партии Шор не была завершена, из-за чего исключение становится проблематичным, чем и пользуются адвокаты. Я бы посоветовал Конституционному суду одобрить обращение к парламенту и Министерству юстиции, которые не выполнили свои функции в соответствии с решением Конституционного суда от мая 2023 года об объявлении партии неконституционной. Партия Шор была признана неконституционной 19 июня. Решение вынесли судей Конституционного суда после уведомления правительства, в котором отмечалось, что политформирование якобы действовало вразрез с принципами правового государства и представляло в Молдове интересы Российской Федерации. Это первый случай, когда политическую партию здесь объявляют вне закона. Субтитры создавал DimaTorzok